Здравствуйте! Я методист эколого-просветительского отдела и туризма Государственного природно-биосферного заповедника Псанужская Котловина. Сегодня я вам расскажу про особо охраняемые природные территории, про заповедников. Особо охраняемые природные территории – это отдельные взятые природные территории, которые находятся в особом охране. Самое первое место в охране природной территории занимают заповедники. На сегодняшний день в Российской Федерации 110 заповедников. По сравнению с большой территорией нашей Российской Федерации, это всего лишь 10% от всей территории Российской Федерации. В республике Тува у нас два заповедника. Первый заповедник – это заповедник Азас. Он был создан в 1985 году. И заповедник Азас уже 30-летний юбилейный год свой отмечает. И второй заповедник – у нас заповедник Псанужская Котловина. Псанужская Котловина у нас создана в 1993 году. В самой Упсанужской Котловине – это уникальная котловина в Центральном Азиатском континенте, далеко от всех морей. Но в этой котловине уникальность является в том, что находятся все климатические зоны Северной Поляртики, начиная от пустынь, заканчивая ледниками. В 1993 году, когда был создан заповедник Псанужская Котловина с пятью кластерными участками в самой котловине, потом уже, когда было расширение территории заповедника в 2000 году, уже добавилось еще три участка, поэтому на сегодняшний день в заповеднике Псанужская Котловина – девять кластерных участков. Каждый кластерный участок показывает определенную природную климатическую зону. Например, кластерный участок Цугарелс в Верзинском районе – это пески, аридные пески, это пустыня. Кластерный участок Ямалых в Верзине – это участок показывает… Вокруг этого участка находится очень много курганов разных эпох и времен, начиная с киевского времени, поэтому этот участок является как историко-археологический памятник природы. Поэтому вокруг этого останца Ямалых находится более 400 видов разных курганов. И кластерный участок Улар тоже находится в Верзинском районе, показывает, начиная от степного участка, показывает до тундры, до кольцов природной климатической зоны. Поэтому и само озеро Упсунур, это всеми кластерный участок Арасканы, еще один кластерный участок Орукушина и само озеро Упсунур, потом еще один кластерный участок Мументайга – это Ледник, это Высокогорье. И два кластерных участка наших, которые добавились после расширения территории – это кластерный участок Карахыл и кластерный участок Хандер – это западные Саяны. Полностью включены у нас кластерный участок заповедника Упсунурса-Катлаена. В связи с тем, что очень много природно-климатических условий у нас в кластерных участках, все природно-климатические зоны Северной Поляртики показаны, и поэтому очень большое биоразнообразие, животные и растительные биоразнообразие. У нас очень много краснокнижных животных и растений, которые обитают только в нашей местности. Это краснокнижные животные – это снежный барс, горный баран, аргали, северный дикий олень, манул, сурки, тарбаганы. И еще от растительности тоже очень много растений, которые произрастают в разных кластерных участках. Заповедник является эколого-просветительским, научным и охранным учреждением. Еще заповедник не только охраняет эти природные территории, но и изучает, идет очень большая научная работа. Есть еще отдел охраны, вот это инспектора, они непосредственно охраняют наши природные территории, наши кластерные участки. Есть лесной отдел, этот отдел занимается лесным фондом заповедника. Поэтому есть эколого-просветительский отдел, который работает населением Республики Туа, и не только Республики Туа, но и Российской Федерации. Мы работаем для того, чтобы сохранить, приумножить и оставить для наших будущих поколений красивые, хорошие природные места. Спасибо большое, до свидания.